Учились у лучших из лучших. Десять молодых парней и девушек из Когульского района на три месяца стали подмастерьями у знаменитых народных умельцев. Их выбрали участниками проекта Международной организации труда. К тому же ежемесячно выдавали стипендию в размере около двух тысяч леев. Карина Нягу научилась плетению корзин из лозы от Константина Алтяну, чьи работы высоко ценятся не только в Молдове, но и за границей. Господин Алтяну рассказал мне об этом проекте, и я решила воспользоваться этим шансом выучиться у него плетению из лозы. Со временем можно будет начать свой бизнес. В моем возрасте возможности уже не те, что прежде. Решил передать свой опыт и ремесло, чтобы не пропали даром. Передать свои умения новому поколению стремится и Валентина Гаврилица, искусная вышивальщица. Она очень способна и схватывает все на лету. Я получаю много заказов, так что работы хватает на двоих. Она уже стала замечать мои ошибки. У нее свой взгляд на вещи, и я доверила ей разработку орнамента. Затем она объясняет мне его значение. Но самое главное, что ей самой нравится эта работа. Мне не нужно ее заставлять. Проект Международной организации труда, в рамках которого обучают молодежь, стартовал в прошлом году. Его цель – создание 260 рабочих мест и более сотни ремесленных мастерских, ателье, пасек и других бизнесов.